Всем привет! Я Анна Алмазова, владелица приюта и фонда Animal Царства. И сегодня я вам раскрываю секреты реабилитации. Вот уже более 17 лет я спасаю животных, 8 из которых я спасаю животных-инвалидов. Все собаки, которые у меня проживают, они инвалиды. И большая часть из них ходят. И, конечно же, это огромный труд, которым я занималась для того, чтобы они ходили. Вот, например, вот эта дама приехала ко мне, волокла все задние лапы. А сейчас вот она какая. Вот какая это собака. То, что я буду вам сегодня рассказывать, стоит немалых денег. Поход к реабилитологу стоит 5-7 тысяч рублей. Я расскажу вам это просто так, потому что я хочу, чтобы все животные России имели возможность ходить заново, если с ними произошло несчастье. Если с ними произошло несчастье, вы нашли животное, вы его подобрали, вы взяли за него ответственность, но нет финансов или вы находитесь, я не знаю, там, в далекой Сибири, в каком-нибудь уголке, у вас нет таких возможностей. Конечно, лучше всего записаться к реабилитологу, чтобы он оценил состояние животного. Но если у вас никогда нет такой возможности, что делать? Поэтому я буду дарить вам это видео. Те другие, кто посмотрит и имеет такую возможность, я очень вас прошу, пожалуйста, отблагодарите меня за мой труд. Отблагодарите так любой комфортной для вас суммой, но эта сумма пойдет в помощь нашему приюту. Регвизит вы найдете в описании и в шапке профиля. Я буду вам очень признательна, потому что это огромная работа, которую я делаю. И, пожалуйста, поставьте лайк. Это продвинет эти видео. И, может быть, тогда у нашей Лакосты будет шанс обрести свой дом, да, Лакоста? И у меня ее кто-то заберет. А я пока вам покажу... Ой, подожди, Лакоста, ну лицо! Что делать? Если вы уже начали заниматься со своей собакой, оказали ей первую реабилитационную помощь, и у вас начало получаться, как дальше начать ходить. Поехали! Кнопочка, будь добра, пожалуйста. Кноп, поди сюда. Иди сюда, Кнопочка. Нет, Кнопочка, ты так бегаешь, что на тебе ничего не бросать. Кнопочка, иди сюда, дорогуша моя. Давай, давай, давай. Ну, давай отсюда снимем. Так, итак, в предыдущем видео вы видели, как мы делали упражнения. Они называются сгибы-разгибы. Это восстановление мышечной памяти животного, и плюс накачка мышц, ну или не потеря, так скажем, мышц. Если вы эти упражнения еще не делали, то начало только с них. А я сейчас показываю следующий процесс, когда у вас стало получаться. Итак, когда стало получаться, вспомните, мы поднимаем, вот здесь берем лапочки вместе, подсовываем, вот как же, как будто бы она сидит, сидит, и дальше встаем. Вот мы встали. Встали. Смотрите. Вот животное стоит у вас. Что кошки, что собаки одинаково. Как правило, спинальники держат все вот этим плечевым корсетом. Для того, чтобы у вас вот это все работало и было так же толсто, вы самостоятельно переносите сюда вес. Дальше вы ее будете учить вставать и садиться. Элементарные. Сели. Встали. Для того, чтобы хорошо она у нас садилась, мы держим вот здесь лапки. Мне сейчас даете видео, точно все реабилитологи мне позвонят, скажут, что у тебя совести нет. За пять тысяч рублей у нас все это показывает. Обхватили. Держим лапки. Нам надо сесть. Обратите внимание на перед. Смотрите, что она сейчас сделала. Видите? Она подстраховала себя. Она подставила свою лапу. Так делать нам не надо. Поэтому мы эту лапочку обратно поставим. И ой-ой-ой-ой-ой. У нас сейчас прям борьба идет. Кнопа не хочет заниматься. И нам надо, чтобы она у нас села. Садимся. Вот. Сели. И встали. Мы все это придерживаем, чтобы было все ровненько. Лапочки ровненькие. Не уезжали. Бедра не разъезжались. Вот так вот. Опять сели. Вот она сейчас у нас повернулась уже, мадам-то наш. Опять мы сели. Садимся. Кнопик, садимся. Садимся. И опять встаем. Так. После того, как мы делаем упражнение, насели встали. Раз по 10, по 15. Мы тебе памперсы этот снимем. Тебе не нужен. Мы начинаем вспоминать, как нам ходить. И что мы делаем? Мы просим нашу даму сделать шаг вперед. Давай. Вперед. Она переносит вес. И вот она лапку. Смотрите. Мы берем, нажимаем вот эту в серединку лапку. Оп. Она сама поставит. Мы делаем за нее шаги, чтобы она вспоминала, как это делать. Смотрите. Вот сюда нажали. Оп. Встали. Теперь следующая лапка. Оп. Встали. Давай делаем шаг. 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 Переносим. Шаг. Шаг. Еще раз. Давай. Смотрите. Она переносит вес вперед. Мы придерживаем, чтобы она у нас не поволоклась. Оп. И смотрите. Лапку нажимаю. Оп. Встала. Лапку нажимаю. Встала. Куда нажимаем? Смотрите. Еще показываю. Вот сюда нажимаем. Вот сюда нажимаем. Оп. 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 И убежал. И убежала. Таким незамысловатым. движением. Наша собачка начинает делать шаги. Здесь обратите внимание. Если ваша собачка хотя бы 40 секунд может продержаться стоя на четырех лапах. Не важно, куда у нее переносится вес, но она держится. То здесь рекомендуется пойти на водно-беговую дорожку. Это будет самое-самое оптимальное. И быстрое. Если нет такой возможности, то вот такие шаги. Пробовать. Идти. 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 Я должна вас предупредить, что это может занять месяцы. Ну, результат с какой-нибудь кнопкой у нас входит. Я надеюсь.